Элементы декора, цвет фасада, окна. Фактически новое здание музея имени Юрия Кондрутюка внешне не отличается от того, которое простояло в Тихом Центре Новосибирска почти век. Строители бережно подошли к сохранению исторического облика, однако внутри изменений немало, ведь музей должен соответствовать современным требованиям и привлекать посетителей. Как и да, технологические и архитектурные решения смогут оценить жители и гости мегаполиса в материале Дмитрия Велькевича. Провести уборку, заплести провода в косички, разместить экспонаты, оформить территорию снаружи. Все, что осталось, сделать строителям. Основные работы уже провели, правда, хотели аварийное здание отреставрировать и по факту пришлось строить заново. Стены из шлакоблока уже не выдерживали нагрузку, фундамента у векового здания не было. Теперь все иначе. Здание простоит еще сотню лет, а центральное место в будущей экспозиции уже занял спускаемый космический аппарат. Мы стены возвели, поставили и потом монолитное перекрытие поставили, вот умудрились так поставить опаловку, забетонировать и сейчас оттуда его вытащить. Но все, товарищи, я думаю, что этот объект будет не сто лет, а гораздо больше. Строители сохранили внешний облик старого здания. Даже окна поставили деревянные, как то было изначально. Ведь это не просто музей и объект культурного наследия города. Зато внутри хай-тек. Звездное небо и светодиодных светильников, роскошное качество отделки. Трудно представить, но у этой инициативы были противники. Варварами называли вас? Ну, было такое. Я попытался людям показать это самое. Ну, люди есть люди. Не все понимают. Поэтому обид у нас на них нет. У сотрудников музея претензий к строителям нет. 1 сентября принимают объект, закупают оборудование и собирают по крупицам экспонаты, которые дополнят музейный фонд. Буквально вчера узнали про то, что в нашем городе делают спутники. Сейчас современные разработки. Мы подумали, ну да, у нас есть день вчерашний, есть день сегодняшний, и надо рассказать по спутнику. Теперь наша задача договориться с компанией, которая это делает, и попробует рассказать вот это. Ожидается, что двери музея откроют для посетителей в середине декабря. Препятствий тому, как отметил мэр Новосибирска, нет. Благодаря национальному проекту «Культура» появилась возможность это здание реконструировать. Проведены большие работы. Здание практически возведено заново с учетом определенных особенностей. И в самое ближайшее время музей заработает. Дополнительно здесь появится мультимедийное, интерактивное оборудование, ну и классические экспонаты. На оснащение музея из бюджета выделили дополнительную сумму. В итоге реконструкция обошлась почти в 200 миллионов рублей. Дмитрий Белькевич, Евгений Агеев, Новость УТС.